И для кого не секрет, что студенческие годы самые продуктивные и интересные. А новости самые запоминающиеся. В эфире Универньюз, в студии я, Адель Хасанова. Итак, сегодня выпуски. Казанский университет подписал соглашение с Магдебургским университетом имени Отто фон Геррики. О правах ребенка в современном мире говорили в Казанском федеральном. Казанский федеральный вновь расширяет свои границы взаимодействия с зарубежными вузами. Так, 5 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве с Магдебургским университетом имени Отто фон Геррики. 5 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация Магдебургского университета имени Отто фон Геррики. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество двух вузов. Мы сегодня приближаемся к модели университета так называемой 3.0, когда мы не только занимаемся подготовкой специалистов для тех или иных отраслей, не только проводим в этих направлениях исследования, но и создаем собственные площадки для трансферотехнологий. В частности, я знаю, что этот элемент у вас тоже присутствует. У нас имеются площадки для клинических исследований, для Института фундаментальной медицины и биологии. У нас имеется собственная клиника. Мы сегодня реализуем проект по созданию опытного производства по фармсубстанциям. Докупленный опыт взаимодействия Казанского университета с немецкими вузами в научно-образовательной сфере послужит основой для решения поставленных перед университетом задач. Так, например, основными направлениями в сотрудничестве с Магдебургским университетом является развитие научного, инновационного и кадрового потенциала университета за счет участия в крупных совместных научно-исследовательских и научно-технологических проектах. Разработка совместных образовательных курсов, в том числе дистанционных, а также создание стивых образовательных программ и, несомненно, приглашение ведущих ученых из немецких вузов для ведения преподавательской деятельности в КФУ. После завершения переговоров Ильшатом Гафуровым и ректором Магдебургского университета Янсен-Тракильян было подписано соглашение, которое даст старт дальнейшим отношениям двух вузов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. В Казанском федеральном прошла деловая встреча ректора Ильшата Гафурова с исполняющим обязанности Генерального консула Исламской Республики Иран в Казани. Какие изменения в ближайшее время потерпит сотрудничество сторон, узнаем далее. Сегодня на разных уровнях подготовки у нас обучается 55 граждан Ирана в университете нашей. Недавно назначенный в качестве официального представителя Исламской Республики Иран господин Экбали Зарч прибыл в Казанский университет для знакомства с ректором Ильшатом Гафуровым. Господин Экбали Зарч прибыл в Казань 4 месяца назад и до встречи с ректором успел ознакомиться с инфраструктурой вуза. За прошедшие годы КФУ и различные организации Исламской Республики Иран подписали 9 соглашений и меморандумов, давших начало множеству совместных проектов. Чтобы бизнес-структуры России, Татарстана и Ирана начали понимать друг друга и начали инвестировать друг в друга, нужно, чтобы с молодых лет люди начали лучше узнавать наши страны. Восточных партнеров прежде всего интересуют три направления – инженерные науки, нефтяные технологии и медицина. К слову, для всех из них Казанскому университету есть свои предложения. В КФУ появится объединенная база онлайн-программ подготовки учителей. Такое решение было озвучено 4 апреля ректором КФУ Льшатом Гафуру. По итогам состоявшееся накануне совещание по проекту педагогического образования Миноборнауки Российской Федерации. В задумке проект должен иметь объединенную базу дистанционных курсов обучения, представляемых профильными вузами страны. А мы продолжаем. Когда-то Федор Достоевский написал слова, которые сейчас звучат очень актуально. Счастье всего мира не стоит одной слезы невинного ребенка. Проблема современного детства до сих пор остается одной из наиболее важных во всем мире. Какие задачи стоят перед педагогами и кому предстоит их решить, выясняла Аделя Шамилова. Дети – это будущее каждого государства, и с этим трудно спорить. Ведь от того, как государство позаботится о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день нашего общества. Столь актуальная тема объединила в едино будущих учителей с разных уголков страны на Международной Олимпиаде по педагогике права ребенка в современном мире. Данное мероприятие посвящено выдающемуся польскому политологу, писателю и общественному деятелю Янушу Корчику. 5 апреля Международная Олимпиада торжественно открыла свои двери в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета. Известно, что Януш Корчик погиб вместе с двумя остами своих воспитанников и 12 педагогами сиротского дома из Варшавы в 1942 году. Он стал жертвой фашизма, он стал жертвой нацизма. И сегодня говорить об этом тоже очень и очень важно, очень и очень актуально. В мире неспокойно и тяжелее всего, конечно же, детям. На открытии Олимпиады участники поближе познакомились с будущими иногородними коллегами, проявили интерес к культуре и истории Татарстана, а яркие номера творческих коллективов Казанского федерального не оставили равнодушным никого. Следующим и основным этапом Олимпиады является представление и защита своих исследовательских трудов, которые ребята презентуют в лагере Яльчик. Все эти проблемы, несомненно, требуют незамедлительного решения. Затронули важную проблему суицида и средства коммуникации. Люди не замечают друг друга, не умеют общаться, поскольку всегда в своих гаджетах. Я хотел бы, чтобы каждый ребенок обрел свою семью. Вот эта проблема меня больше всего беспокоит, так как большинство моих друзей – это те ребята, которые вышли из детского дома. Остается только добавить, что участие студентов в данной Олимпиаде способствует формированию знаний, умений, навыков и развитию личностных качеств. И, что немаловажно, Институт психологии и образования Казанского университета всегда готов поддержать подобные инициативы и принять активное участие в воспитании профессиональной компетентности будущих учителей страны. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Уже 212 лет в Альма-Матер существует демонстрационный кабинет с уникальной коллекцией опытов по физике. Сейчас их там 460. О секретах показа и экспериментов рассказал в своей книге Рустам Доминов. Кафедра общей физики Казанского федерального университета пополняет свою библиотеку. Книга доцента Рустама Доминова «Опыты с электричеством и магнетизмом» вышла совсем недавно, но на данный момент распродан уже весь тираж. Об идеях и причинах написания книги рассказал сам автор. Ко мне часто обращаются преподаватели, учителя, как показывается тот или иной опыт. И вот для того, чтобы они получили какие-то представления о технике демонстрации, о методике демонстрации этих опытов по физике, вот я написал в свое время книгу. Книга является не первой в копилке Рустама Доминова. Есть и другие пособия для преподавателей и студентов, которые также пользуются популярностью. Желающих видеть своими глазами рукотворные молнии и облака, опыты с жидким азотом и прочие чудеса, описанные в книге, предостаточно. Эксперименты проводятся на лекциях для студентов, а также для гостей кафедры. Так чем же полезны простые физические опыты век компьютерных технологий? Физика – это наука экспериментальная. И поэтому, так же, как невозможно стать, например, врачом, не имея дела с конкретными больными, невозможно стать ботаником, не держа в руках образцы биоткани, точно так же невозможно изучить физику, не наблюдая воочию реальные эксперименты. Раньше оборудование для физического кабинета закупали за границей и изготавливали в механической мастерской. У ученого накопилась целая коллекция учебных приборов, которые успешно пополняются различными новинками. По словам автора книги, это его научное хобби. Некоторым установкам уже 120 лет, но они до сих пор в рабочем состоянии. Подготовка опытов к демонстрациям требует высокой квалификации и времени, говорит Рустам Доминов. Точно так же, как артист очень долго готовит свои выступления, он часами, днями, месяцами репетирует эти опыты. Также и мы из этих шкафов достают лабораторные установки. В соответствии с описанием настраивают эти установки вот здесь на столе. После того, как они убедятся, что прибор работает хорошо, после этого они выносят в аудиторию. В подтверждение своих слов Рустам Валиевич берет бронзовую пластину, насыпает на нее ситоричной песок, проводит по ее краю смычком. И песок на пластине буквально оживает, образуя красивые симметричные линии. Зрелище завораживает. Опыты, которые показывает Рустам Доминов, это всегда яркое и запоминающееся шоу. Анастасия Боряк, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотри Универ Ньюс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова